Так сложилось, что это сообщение открывает нашу теоретическую часть нашей работы сегодня. И сегодня мы будем говорить как раз в основном о хирургии рака тела матки. В конце дня будет небольшая секция, посвященная органно-сохраняющему лечению именно паузальной гормонотерапии, прореки эндометрии. Но сейчас в текущей секции мы будем обсуждать именно вопросы хирургического лечения рака тела матки. Итак, что на сегодняшний день происходит в мире с этим заболеванием? По данным Глобакан, в 2020 году рак тела матки занимает шестое место по заболеваемости в мире. И более 400 новых случаев рака эндометрия регистрируются в мире ежегодно. И заболеваемость раком эндометрия варьирует в достаточно широких пределах, если брать на круг в мире на менее 10-100 тысяч населения. Но в целом, конечно, на сегодняшний день, наверное, можно с уверенностью сказать, что рак эндометрия является в какой-то степени болезнью цивилизации. И наиболее высокая заболеваемость рака эндометрия наблюдается в странах, у которых есть достаточно средний или высокий уровень развития, в отличие от рака шейки матки, где есть совершенно другая тенденция. Если вы посмотрите на эту карту, где наиболее интенсивным цветом воззначены наиболее высокие показатели заболеваемости, то, в принципе, достаточно понятно, что в этой структуре лидируют такие страны, как США, Канада, страны Западной Европы. Российская Федерация тоже не отстает. И на самом деле мы все прекрасно с вами знаем, что одним из ведущих факторов, который, кстати, обуславливает целый ряд сложностей именно в хирургическом лечении этого заболевания, является ожирение. И если сравнить карту, которая отображает, где определяется достаточно высокий процент больных с этой патологией, то есть с ожирением, и сравнить карту заболеваемости рака эндометрия, мы видим, что они практически идентичны. Что касается Российской Федерации, рак тела матки здесь занимает третье место после рака молочной железы и рака кожи. И если посмотреть на тенденцию изменения заболеваемости рака эндометрия за последние 10 лет, то мы четко видим, что заболеваемость увеличивается. Она не растет, конечно, бешеными темпами, зигодный темп прирост составляет 2,1%. Тем не менее, мы отмечаем постоянное увеличение показателей заболеваемости среди наших женщин. Что касается смертности, здесь несколько другая тенденция. И мы видим, что смертность тоже достаточно медленно, но снижается с течением времени. И это, наверное, свидетельствует о том, прежде всего, что нам удается все-таки достаточно рано диагностировать рак эндометрия и применить к нему достаточно эффективные методы лечения. Говоря о хирургии рака эндометрия, не могу не коснуться истории, собственно, этого направления в лечении данного заболевания. И наряду с такими известными нашими иностранными коллегами, такими как Феликс Ратлич, Кресп, Мандисая, не могу не назвать наших учителей, наших основоположников. Основоположников отечественной онкогинекологии, таких как Александр Иванович Серебров, Ян Владимирович Похман, представители питерской школы, которые, особенно Ян Владимирович, оказали существенное влияние на представление о раке эндометрия. Были выделены те патогенетические типы, два типа, которые на сегодняшний день мы активно обсуждаем, и были разработаны новые методы лечения и диагностики этого заболевания. Конечно, не могу не сказать о Владимире Павловиче Казаченко, который в центре Блохина в течение многих лет занимался также разработкой этой проблемы. Мы и его последователи, Кирилл из Жордания, Виктор Васильевич Кузнецов, также отрудились над теми новшествами, которые постепенно появлялись в лечении рака эндометрия. И, конечно, сегодня, слава Богу, здравствующие наши учителя, такие как Елена Григорьевна Новикова, Лев Андреевича, Шрафяна Виктора Васильевича Кузнецова, помогают нам в дальнейшем решении задач, связанных с лечением этого заболевания. И когда мы говорим о развитии хирургии при раке эндометрия, хочу сказать, что прошлый век являлся, наверное, наиболее сложным периодом в развитии этого направления, потому что, в отличие от нас, сейчас современных онкогинекологов, которые располагают целыми рядом диагностических технологий, таких как МРТ, ПЭТКТ, УЗИ достаточно высокого уровня, В то время этого всего не было, и многие решения принимались на основании такой весьма, на мой взгляд, субъективной оценки текущей ситуации. И наши предшественники были очень ограничены в возможностях визуализации. По большому счету, я думаю, что Кирилл Иванович помнит, еще не было ультразвукового исследования, наверное, одной из немногих методик, которая использовалась для оценки, например, статуса лимфатических узлов, использовалась лимфография, которая являлась достаточно сложной и трудоемкой процедурой, и весьма спорной с точки зрения оценки ее результатов. Но, тем не менее, все равно в хирургическом лечении рака эндометрии четко прослеживается одна тенденция. Это постепенный-постепенный отказ от выполнения расширенной гистеректомии, которая, собственно, выполнялась по аналогии с расширенной гистеректомией при раке шейки матки, и такое стремление к некоему обоснованному уменьшению объема хирургических вмешательств. Мы видим, что в последней декаде 20 века доля расширенной гистеректомии снизилась существенно, наросла доля выполнения обычных экстерпаций матки с придатками при этом заболеваний. Но, например, в Российской Федерации, я помню это время, где-то вот с начала 2000-х годов, уже достаточно активно стали обсуждаться вопросы применения тазовой лимфоденоктомии при раке эндометрии. Эти операции стали внедряться в клиническую практику, то есть обычной гистеректомией, стазовой лимфоденоктомией. И уже в последние несколько лет онкогинекологи стали достаточно активно обсуждать вопросы повседневного использования такой процедуры, как параортальная лимфоденоктомия при раке тела матки. И я не буду останавливаться в своем сообщении на тех вопросах, которые будут изложены последующими докладчиками, а именно тех вопросов, которые являются по-прежнему дискуссионными, которые обсуждались ранее и продолжают дискутироваться, а именно роли объема заболеваний и лимфоденоктомии при раке эндометрии. Какова же все-таки оптимальная хирургическая тактика при местно распространенных и диссеминированных формах рака эндометрия? Какова роль хирургического лечения при рецидивах? Завтра этот будет доклад. Я все-таки остановлюсь на той, я бы сказал так, революции, которая произошла в хирургическом лечении рака эндометрия в начале 2000-х годов. Революция, которая позволила изменить подходы к хирургическому лечению и начать наиболее активно использовать минимально инвазивные видеоноскопические технологии в лечении этого заболевания. Итак, первые операции при раке эндометрия были выполнены еще в начале 90-х годов в США. И на самом деле лапароскопическая хирургия как метод, она за вот эти все годы пережила совершенно невероятную трансформацию из достаточно примитивной диагностической методики в мощную хирургическую технологию. Сегодня утром вы видели операцию, которая уже выполнялась в условиях интегрированной операционной с хорошими системами визуализации. Можно попросить кликнуть на нижнее видео. И вот хотел бы поделиться с вами этим слайдом. Здесь два видеофрагмента. Первый записан в 2004 году, когда мы только начинали осваивать тазовую лимфоданоктомию. Посмотрите, как сильно отличаются два этих видеофрагмента. И на сегодняшний день в аспекте технического обеспечения видеоноскопических операций мы, не мы, а, собственно, наверное, мы тоже с помощью наших партнеров, с помощью компаний, которые обеспечивают нам возможность проведения видеоноскопической операции, продвинулись очень далеко вперед, и, конечно, разница в 20 лет, она просто колоссальна с точки зрения качества и объемов выполняемых операций. Конечно, сама концепция внедрения лапароскопической и вообще видеоноскопической хирургии в лечении онкогинекологических больных, она ставила собой целью реализацию известных преимуществ этой хирургии именно у онкогинекологических пациенток. Эти преимущества очень хорошо известны, я не буду их перечислять. Но все это сопровождалось, скажем так, путь был пройден достаточно непростой, все это сопровождалось целым рядом дискуссий, связанных как с метастазами в области тракарных ран, так и с индукцией диссеминации, количеством удаляемых линфоузлов и так далее. И до настоящего времени эти дискуссии не утихают, и в ряде ситуаций, например, в аспекте рака шейки матки, они возникают с новой силой. Я лишь коротко остановлюсь на тех дискуссионных моментах, которые обсуждали, в частности, портсайт метастаза, это возникновение опухолевого очага в области тракарной раны. Хочу сказать, что здесь, конечно, поначалу на заре развития лапароскопической хирургии это была очень обсуждаемая проблема, портсайт метастазы расценивались как чуть ли не патагноманичные последствия лапароскопической хирургии при злокачественных опухолях и не только при раке эндометриях, но в целом. Но по мере набора опыта и оценки результатов было показано, что по большому счету частота развития портсайт метастазов не превышает 1-2%, что, собственно, соответствует частоте появления амплантационных метастазов в области лапаротомных ран и дренажных контрапертур при лапаротомных операциях при злокачественных опухолях брюшной полости. Поэтому на сегодняшний день уже разработаны целый ряд превентивных мер, которые способствуют профилактике развития этих процессов, такие как ушивание тракарных ран, излечение препаратов в эндобегах и так далее, при соблюдении которых все-таки удается добиться достаточно низкой частоты развития этих нежелательных явлений. В частности, по анализу нашему, который мы провели в Институте Герцена, когда я работал, более 1200 операций у больных по поводу злокачественных опухолей гинекологических локализаций, всего 0,4% была частота возникновения портсайт метастазов. Что касается диссеминации опухолевого процесса, здесь стоит сказать, что статистики по поводу этого нежелательного эффекта, который возможен в результате лапароскопической или любого варианта видеоноскопической хирургии, статистики четко и нет. Известны механизмы, как это может происходить, то есть в ходе операции возникает массивное повреждение мезотерия брюшина с последующим созданием условий для имплантации опухолевых клеток и дальнейшего их роста. Но, как правило, все эти случаи, которые описаны в литературе, это, как правило, именно отдельные случаи, они были связаны либо с фрагментацией, либо марцеляцией опухоли в ходе хирургического вмешательства. И понятно, что такие методы хирургические в онкологии, и в частности в онкогинекологии, они являются совершенно неприемлемыми не только в аспекте областики, но и в аспекте вообще в целом концепции дальнейшего исследования препарата патоморфологами. Вот поэтому мы очень следим за тем, чтобы областичность статистических операций соответствовала желаемой, и, конечно, никакой марцеляции, фрагментации опухоли в наших условиях, условиях онкогинекологических стационаров речи не идет. Очень важным фактором, который может повлиять на качество выполнения лапароскопической операции и ее пластичность в частности, конечно, является набор опыта. Здесь представлена кривая обучения лапароскопической гистероктомии и стазовой лимфоденоктомии. Это наши собственные данные. И, конечно, обучение специалистов играет здесь ключевую роль. Совершенно очевидно, что любая лапароскопическая операция полностью должна соответствовать тому объему, который выполняется лапаротомным способом. То есть она должна, все задачи, которые стоят перед хирургом, который идет на эту операцию, они должны быть качественно реализованы лапароскопическим способом. И поэтому вопросы обучения здесь тоже играют ключевую роль. Много дискуссий велось и, к сожалению, ведется до сих пор в отношении применения маточного манипулятора при раке эндометрии. В частности, при раке шейки матки на сегодняшний день все-таки доказано, что маточный манипулятор может иметь негативные последствия с точки зрения ухудшения результатов операции для рака эндометрия по тем работам на сегодняшний день, которые были опубликованы. Таких данных нет и пока нет оснований отказывать от использования маточного манипулятора. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что маточный манипулятор является инструментом, который существенно сокращает время операции. И не только время операции, но и существенно позволяет сократить частоту осложнений. То есть профилактировать многие осложнения за счет создания оптимальных условий для выполнения этой операции. Можно ли выполнить лапароскопические операции без маточного манипулятора? Конечно, можно. С этим никаких проблем нет. Это просто занимает чуть больше времени и иногда несколько менее удобно для хирурга. Но тем не менее, хочу особенно подчеркнуть, что при использовании маточного манипулятора с травматичными наконечниками, как вы видели сегодня на операции, как мы видим на этом слайде, мы лично не видим никаких негативных последствий этого, и наши коллеги тоже. Конечно, если мы подбираем различные другие варианты маточных манипуляторов, где нет травматичных наконечников, где могут возникать такие проблемы, как перфорация полости матки наконечника манипулятора, как вы видите здесь. Я думаю, что очень знакомая картинка тем хирургам, которые оперировали лапароскопические, которые делают лапароскопические гистероктомии, конечно, в этой ситуации могут создаваться определенные условия для контоминации малого тазоопухолевыми элементами и дальнейшего прогрессирования процесса. И эта ситуация может быть небезопасной. Помимо этого, при использовании травматичных наконечников, особенно такие вот со спиральной резьбой, как вы видите, в верхней части этого слайда, могут в дальнейшем при патоморфологической оценке возникать некоторые разночтения, то есть могут возникать такие вот особенные очаги псевдоинвазии, которые могут быть приняты как инвазивный рост, хотя на самом деле это последствия того, что был использован вот такой вот вариант наконечника маточного манипулятора. Но, тем не менее, хочу сказать, что на сегодняшний день все-таки у нас нет обоснованных доказателей, что маточный манипулятор каким-то образом критически влияет на дальнейшее развитие событий и на неблагоприятный прогноз. И в этом аспекте я бы хотел обратить ваше внимание на ту процедуру, которая до настоящего времени является стандартом диагностики рака эндометрия, а именно раздельное диагностическое выскабливание матки. Все прекрасно знают, как она выполняется, и что по большому счету раздельное диагностическое выскабливание является туморазрушающей операцией. Когда сопровождается и гистероскопией, мы совершенно четко понимаем, что все опухолевые элементы, которые появляются в полости матки в результате разрешения опухоли к юретке, они появляются в малом тазу. И вот на нижней фотографии вы видите, это пациентка, у которой после множественной гистероскопии было выявлено поражение маточных труб, рак эндометрия с поражением маточных труб. Поэтому здесь, наверное, если мы думаем о мопластичности вообще в целом, различных процедур, которые мы выполняем, начинать нужно, наверное, именно с самой простой, из диагностического выскабливания, потому что, возможно, все риски потенциальные реализуются уже на момент выполнения этой манипуляции. Но что касается объективных результатов применения видеоноскопической хирургии, при раке эндометрии следует сказать, что на сегодняшний день уже опубликованы результаты 9 рандомизированных исследований. Все они были суммированы в обзоре Cochrane Collaboration Group, который был опубликован в 2017 году и на который часто ссылаются клинические рекомендации. Было в этот обзор, в этот метаанализ было включено более 4 тысяч пациенток раком эндометрия. И при сравнении лапаротомного и лапароскопического подходов авторы не получили существенных различий в общей и безрецидивной выживаемости у пациентов, которые были оперированы в соответствующих объемах лапароскопическим и открытым доступом. Поэтому на сегодняшний день вопрос об онкологической адекватности видеоноскопических операций при раке эндометрия он уже не дискутируется. То есть между этими двумя подходами поставлен знак равенства. И российские работы, в частности работы из Санкт-Петербурга, работы из Института Герцена, которые тоже обобщают и трехлетнюю выживаемость этих больных, они также подтверждают эти результаты. И если говорить, вернуться к метаанализу, то авторы делают вывод, что для ранних стадий рака эндометрия лапароскопия, она ассоциируется с одинаковой общей и безрецидивной выживаемости по сравнению с лапаротомией. Более того, среди преимуществ лапароскопии доказаны такие, как низкая частота послеоперационных осложнений, интероперационных осложнений и более короткое пребывание больных в стационаре. Но очень интересным является вывод о том, что качество жизни существенно не отличается между больными, которые оперированы лапаротомно и лапароскопически. Ну вот данные, в частности, наши коллеги из Санкт-Петербурга говорят о том, что все-таки различия существуют. Ну и вообще, коллеги, хочу обратить ваше внимание, что все-таки качество жизни – это тот показатель, который мы, который очень сложно, на мой взгляд, оценить с позицией цифр, опросников и так далее. Из того, что мы видим в своей клинической практике, мы можем сказать, что все-таки нет, отличия в качестве жизни существуют, особенно это касается больных пожилого, старческого возраста. И особенно это касается очень тяжелой группы больных – это больных с ожирением, больных с сопутствующей патологией. Мы уже забыли, как выглядят развалившиеся, гнойные раны после лапаротомии у этих пациенток. И, конечно, лапароскопическая хирургия – это огромный хороший выход для этих больных в аспекте обеспечения их качества жизни и в аспекте профилактики и таких послеоперационных осложнений, которых мы были знакомы, когда эти пациентки оперировались лапаротомически. Ну, собственно, все это нашло и отражение в текущих клинических рекомендациях, которые мы используем в своей клинической практике, в частности, отечественных рекомендациях от 2021 года. Указано, что ведущим доступом при хирургическом лечении локализованного рака теломатки является лапароскопический доступ. Что касается рекомендаций ЭСГО, здесь они подтверждают тоже, что минимальная инвазивная хирургия – это предпочтительный хирургический подход, но указывают, что обязательно нужно обращать внимание на то, что интероперационное распространение, то есть обращают внимание, что это обращает на принципы, внимание на принципы областики, да, и обязательно стоит использовать различные эндобеги, если, например, при извлечении матки через логалища есть риск разрушения удаляемого препарата. И также наши коллеги европейские указывают, что опухоли метастатической природы за пределами матки и шейки, без учета метастатического поражения лимфоузлов, могут быть относительными противопоказаниями к применению лапароскопической хирургии. Ну, собственно, инсессион тоже декларирует, что минимальный инвазивный подход, он предпочтительен с точки зрения снижения частоты осложнений, пребывания больных в стационаре и обладает сравнимыми онкологическими результатами, как и лапаротомный подход. Но вот если говорить об ограничениях, все-таки здесь стоит сказать о том, что для видеоэндоскопической хирургии при лакендометрии существенным ограничением являются большие размеры матки, когда мы не можем извлечь препарат трансфагинально, это существенный лимитирующий фактор, и не стоит пытаться выполнять видеоэндоскопические операции, когда мы не можем этого сделать, потому что смысл у них теряется. Когда есть, мы не выполняем лапароскопические операции, когда есть глубокая инвазия опухоли в миометрии, практически до сироза, потому что здесь есть риск того, что эта матка может быть перфорирована наконечником маточного манипулятора. Мы не используем лапароскопический доступ при местах распространенных диссеминированных форм, хотя некоторые наши коллеги применяют такой подход, мы все-таки его не поддерживаем. И в тех случаях, конечно, когда есть абсолютные противопоказания к хирургическому лечению, когда мы не можем применить ни лапароскопический, ни лаборатомный вариант. Но самое главное противопоказание, включите видео, пожалуйста, на этом слайде, оно все-таки состоит в том, когда отсутствует профессионализм, не стоит браться за такой подход, это очень важный фактор, потому что от наших с вами действий будет зависеть то, на какую пользу мы принесем нашим пациентам. И в аспекте перспектив развития хирургии рака эндометрия, конечно, не могу не отметить данные по исследованию сторожевых лимфоузлов, как вот будет говорить Кристина Владимировна Фанасия в своем докладе. Лимфоденокотомия – это камень преткновения, да, это один из основных дискутируемых моментов в аспекте хирургии рака эндометрия. И для многих больных, учитывая их откаченный соматический статус лимфоденокотомии, особенно тазовая, параортальная, является весьма серьезной процедурой, которая может привести к серьезным последствиям. При этом более 80% больных с клиническими начальными формами опухоли мы фактически перелечиваем и выполняем такие тяжелые процедуры чисто с диагностической целью. И, конечно, в этом аспекте нам представляется достаточно перспективным развитие технологии сторожевых лимфатических узлов, которые на сегодняшний день уже используются во многих клиниках за рубежом, внесены в стандарты клинические рекомендации по лечению рака эндометрия. Но в нашей стране, к сожалению, в наших клинических рекомендациях пока этого не наблюдается. Надеемся, эта ситуация изменится в будущем. И, опять же, возвращаясь к нашей утренней операции, которую мы выполняли при поддержке компании Карл Шторц, вот мы с нетерпением ждем, когда нам удастся поработать на их новом оборудовании. Это видеосистема Рубина, которая позволяет производить детекцию лимфатических узлов уже совершенно на другом качественном уровне, с совершенно другим изображением, которое не требует постоянного переключения между режимами и, собственно, повышает эффективность этих процедур. И не могу не сказать несколько слов о роботизированной хирургии, роботосистированной хирургии. Конечно, вопрос применения роботосистированной хирургии не так актуален, как лапароскопическая, потому что не везде она доступна, и немногие центры на сегодняшний день располагают такими возможностями. Вот одним из первых Российской Федерации этим направлением стал развивать Александр Анатольевич Попов в Московском областном институте акушерства и гинекологии. И, в частности, очень большая и очень серьезная работа с обоснованными доказательствами преимущества роботосистированной хирургии была проведена на группе больных, страдающих раком эндометрия и очень высокой степенью морбидного ожирения. Коллеги получили очень впечатляющие результаты. Действительно, робот, наверное, предпочтительный для использования у этих больных. И вот здесь вот вы видите фотографию, фотографию первой роботосистированной операции, на которую к нам приезжал Александр Анатольевич Попов, демонстрировал свое мастерство и помогал нам освоить эти технологии, которая состоялась в октябре прошлого года в нашем центре, на нашей роботической остановке. И вот сегодня, включите, пожалуйста, видео, мы уже выполняем эти роботические операции, набираемся опыта и вот уже имеем опыт использования методики определения стражевых олимпатических узлов, полироботосистированной операции. Здесь вы видите, да, как идет накопление, распространение препарата от параметрии в зону воздушных лимфатических узлов. Это та же самая картинка в белом цвете. Мы определили для себя мишень для биопсии. И сейчас в роботосистированном варианте проводится биопсия стражевого олимпатического узла. И мы надеемся, что у нас будет возможность применения этой технологии уже в более широких масштабах, будучи тем более, что, насколько мне известно, планируется лицензирование отечественного препарата ICG, что тоже очень важно в современных условиях и при современной стоимости импортных препаратов. Завершена биопсия. На этом, глубоко уважаемые коллеги, я бы хотел свой доклад закончить.